Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы будем читать, комментировать восьмую главу книги Судей Израилевых. Читаем мы книгу Судей по переводу российского библейского общества. Как мы помним, судьи — это не те люди, которые возглавляют заседания суда, решают какие-то вопросы уголовные или административные. Нет, это понятие гораздо более широкое в понимании книги Судей. Это вождь, это правитель, это тот, кто возглавляет весь Израиль или какую-то часть Израиля в мирной жизни и в военном деле тоже. Полководец, вождь, предводитель. И вот период, который начался после вхождения Израиля в землю обетованную и закончился избранием на царство царя Саула, называется периодом Судей. В седьмой главе рассказывалось о Гедеоне, о том, как Господь призвал этого удивительного человека и о том, как Гедеон с чрезвычайно малочисленным отрядом воинов с помощью Божьей одержал удивительные победы. Сегодня мы читаем восьмую главу, где продолжается история Гедеона. Итак, книга Судей, восьмая глава, перевод российского библейского общества. «Ефремлине сказали Гедеону, «Как ты мог так поступить? Ты не позвал нас, когда шел на войну с мединитянами. Они были в ярости». «Ефремлине» имеется в виду те израильтяне, которые относились к колену Ефремову. Ефремово колено на тот момент было особенно выделено, особенно почитаемо. Именно у них, у Ефремлин, находилась скиния Господня. События, о которых мы здесь читаем, происходили задолго до царя Соломона, задолго до строительства первого храма. Храм Божий в этот период – это была скиния, походная храм, палатка, которую по непосредственному повелению Божию Моисей изготовил еще в пустыне. И вот вперед к судей скиния находилась у Ефремлин. Услышав о славной победе Гедеона, они возмутились. «А нас-то почему не позвал сражаться вместе с тобою?» Гедеон сказал им, что мои дела по сравнению с вашими. Ефрему достались последние гроздья, они еще лучше, чем гроздья, собранные Авиазером. Ваши руки Бог отдал медзианских вождей, ворона и волка. Разве могут мои дела сравниться с вашими? Когда Гедеон сказал им это, они успокоились. То есть Ефремлине были в ярости, они были возмущены, считали, что Гедеон их обидел, презрел, не позвав сражаться вместе с собою. И Гедеон ответил им удивительно смиренно. И этим смирением он успокоил их и снискал их любовь и поддержку. «К вам бежали, после того, как произошло сражение, к вам бежали медзианские вожди, ворон и волк, вы их схватили, вы сделали самое главное», — сказал Гедеон им. И вот это пример того, как очень часто можно погасить какой-то конфликт, можно погасить какое-то возмущение не силой, не бранью, не руганью, не ответным возмущением, а словом, сказанным со смирением и любовью. «Да вы все самое главное сделали», — сказал им Гедеон Ефремлином, которые всего лишь схватили пробегавших через их селение двух вождей. «Вам вся слава и честь, вы вообще такие молодцы!» Вот слово, сказанное с любовью, с такой вот поддержкой, с удивительным смирением, оно победило вот эту Ефремлин ярость, и они оказались верны Гедеону. «Разве могут мои дела сравниться с вашими?» Конечно, и в нашей жизни очень часто так бывает, что именно слов смирения, слов поддержки, слов благодарности нам очень не хватает. И вот часто какие-то проблемы, очень даже серьезные, можно решить через смирение, через поддержку, через доброе слово, обращенное к другому человеку. И вот Гедеон и триста его воинов вышли к Иордану, переправились на тот берег. Они были измождены, но продолжали погоню. Как мы помним, все воинство Гедеона состояло всего лишь из трехсот человек. Поначалу он собрал тысячи, но Господь сказал ему, если ты пойдешь с таким большим войском, то будешь думать, что силой человеческой ты снискал себе славу, своими собственными человеческими силами вы победили врага, поэтому ты пойдешь с маленьким отрядом, чтобы ты и все остальные люди знали, что это я, Бог, дал тебе победу. И очень необычным, интересным образом Гедеон избрал по воле Божьей себе отборный отряд из трехсот воинов, остальных отпустил. И вот эти триста воинов, изнеможденные после битвы, после сражений, с трудом, но все-таки гонятся за врагами, не оставляют их, не отпускают. И они подошли к городу Суккот. Гедеон сказал жителям Суккота, дайте моим людям хлеба, они устали, я преследую Зеваха и Целмуну медианских царей. Но правители Суккота ответили, просили, чтобы мы накормили твоё войско, а ты уже схватил Зеваха и Целмуну. Гедеон сказал им, а вот за это, когда Господь отдаст мои руки Зеваха и Целмуну, я пройдусь по вашим целам, как молотилкой, дикими колючками и сучьями. То есть жители Суккота отказываются поддержать Гедеона, отказываются поддержать его воинов. Гедеон не так-то много просит, он не просит, пусть все мужчины из вашего города пойдут за мной или там ещё что-нибудь. Он просто просит, накормите хлебом. Триста человек. Город, откликнись. Если каждый из жителей города вынесет немножечко хлеба, то весь этот отряд будет прекрасно накормлен. Но жители говорят, нет, вот когда победишь, когда ты обеспечишь мир нам, схватишь наших противников, вот тогда мы подумаем, накормить тебя или нет. Пока нет. И Гедеон, конечно, негодует, и он говорит, страшные казни подвергну я этот город, когда вернусь. Как молотилками, как вот молотилки взрыхливают землю, и для того, чтобы можно было посеять какой-то новый урожай. Вот как молотилками пройдусь я по телам жителей этого города. Страшные угрозы имеются в виду смертная и мучительная казнь для большого количества жителей. Гедеон двинулся к Пенуэлу и обратился к его жителям с той же просьбой. И они ответили ему так же, как жители Суккота. Два городочка рядом. Мы читаем об этих городах и на других страницах Священного Писания. Иаков, когда возвращался в Палестину, то проходил тоже эти города. Сначала Пенуэл, потом Суккот. А вот Гедеон, он наоборот, в другую сторону идет. Он проходит сначала Суккот, потом Пенуэл. Везде получает отказ. Не хотят жители поддержать его изнеможденных воинов, его отряд из трехсот человек. И в городе Пануэл он тоже произносит угрозу. Когда возвращусь с победой, снесу вашу башню. Зэвах и Целмуна стояли в Каркоре с пятнадцатитысячным войском. Это было все, что осталось от воинства восточных племен. Сто двадцать тысяч воинов уже пали в бою. Гедеон прошел дорогой кочевников, южнее Новоха и Илгбэхи. Напал на ничего не подозревающее вражеское войско. Триста человек против пятнадцати тысяч. Нападают врасплох. Зэвах и Целмуна бежали. Гедеон погнался за ними, захватил их. Зэвах и Целмуну двух медианских царей. И все их войско бежало в страхе. Опять Господь дал победу Гедеону. Врасплох он взял своих врагов. Напал неожиданно с удивительной храбростью, с удивительным отчаянным надеянием на Бога. Мы делаем невозможное, но знаем, что Ты, Господи, можешь нам помочь. И вот эти триста человек обратили в бегство пятнадцатая тысячная войско. И цари были захвачены предводители врагов Зэваха Целмуна. Возвращаясь из похода, Гедеон, сын Иоаса, шел по Хоресскому подъему. Он захватил и допросил одного юноши из жителей Суккота. Тот составил ему список семидесяти семи правителей и старейших города. И затем Гедеон пришел к жителям Суккота и сказал им, «Вот Зэваха Целмуна, вы насмехались надо мной. Говорили, что раз я не поймал еще Зэваха Целмуну, вы не станете кормить моих изнеможденных людей». И Гедеон велел схватить городских старейшин. Жителей Суккота он стерзал дикими колючками и сучьями. А в Пануэле снес башню и перебил жителей города. Вот эти страшные угрозы, которые произносил Гедеон, он исполнил. Он действительно жестоко расправился с жителями этих двух городов, которые отказались его поддерживать. Конечно, жестокость, которую трудно нам понять, но такие были нравы в то время. Для того, чтобы неповадно было другим городам, для того, чтобы все знали, что только единство, только если они сплотятся вокруг одной цели, только так израильтяне смогут отстоять свою независимость против окружающих народов. И вот те, кто отказывается входить в этот сплоченный круг, те, кто отказывается не то, что там даже на войну, и тебя просто поддержать, накормить хлебом, Гедеон подвергает вот такой страшной казни. Гедеон сказал Зеваху и Целмуне, «Помните людей, которых вы убили на Фаворе?» Зевах и Целмуна ответили, «Они были, как ты, по виду царские сыновья». И Гедеон сказал, «Это были мои братья, сыновья моей матери. Клянусь Господом, если бы вы пощадили их, я пощадил бы вас». Эти медианские вожди, вражеские, которых захватил Гедеон, они в свое время перебили на горе Фавор всех родственников Гедеона, его братьев. И вот Гедеон помнит это. Он говорит, «Если бы вы тогда помиловали моих братьев, то и я помиловал бы вас сейчас». Но этого не случилось. И поэтому он осуждает их на смертную казнь. Такая кровная месть осуществляется. Он велел своему старшему сыну и Атеру, «Убей их». Но тот был еще слишком молод и боялся обнажить меч. «Убей насты», — сказали Зевах и Целмуна. «Каждый делает то, что ему по силам». И тогда Гедеон убил их и забрал полумесяцы, которыми были украшены шеи их верблюдов. Драгоценные украшения из металлов, золота и серебра действительно очень часто использовались благородными людьми, правителями, военачальниками. И они дорого стоили. Они могли состоять из большого количества, большие были по весу, золота или слитки золота или серебра, вот в виде полумесяцев. И до сих пор такие находят. И говорят, кое-где даже бедуины до сегодняшнего дня пользуются подобными украшениями. Вот это были трофеи Гедеона. Израильтяне сказали Гедеону, «Правь нами, а потом пусть правит твой сын, а потом твой внук, ведь ты спас нас от мединитян». Но Гедеон ответил, «Не буду я вами править, и сын мой не будет, пусть вами правит Господь». Вот, если то, что мы читали раньше, мы могли бы прочитать и в каких-то других книгах, не только в Библии, вот такая историческая хроника, как вождь побеждает, как он там расправляется с неугодными ему городами, то здесь мы видим то, что мы только в Библии можем прочитать. Удивительную веру этого человека. Израильтяне, видя его успехи, видя его славу, видя его потрясающие военные победы, говорят, «Правь нами, стань нашим царем, объедини нас под своей властью». К чему еще можно было бы стремиться? Пусть твой сын будет нашим царем после тебя, а твой внук после него. Мы хотели бы, чтобы у нас образовалась бы царская династия, и ты был бы нашим первым царем. Казалось бы, какой наибольший успех? К чему еще стремиться? Но Гедеон говорит, «Нет, Господь ваш царь, Бог ваш царь, Он управляет народом Израиля». И вот пройдет еще какое-то количество лет, и израильтяне придут к пророку Самуилу и скажут ему, «Поставь нам царя, мы хотим царя». И пророк Самуилу скажет, «Зачем вам царь? У вас есть Бог, который ведет народ Израиля. Бог, который управляет народом Израиля, который дал свои заповеди, свои законы, по которым мы должны жить. Что вам еще нужно?» Но израильтяне настаивали, и вот спустя много лет Самуил поставил царя Саула, а потом после Саула стал царь Давид. А вот Гедеон отказался. «Нет», — сказал он, прибегая примерно к той же аргументации, что позже Самуил. «Бог ваш царь, не нужен вам другой царь, как у других народов». «Не буду я вами править, и сын мой не будет. Пусть вами правит Господь». И сказал им Гедеон, «Вот о чем я вас попрошу. Пусть каждый даст мне по одной серьги из своей добычи. Ведь враги были измаильтянами и носили золотые серьги. Израильтяне отвечали, «Дадим». Они расстелили плащ, и каждый положил на него по серьге из своей добычи. У врагов были золотые серьги, так было принято у этого народа. И вот много-много этих золотых сережек в качестве трофея оказалось у израильтян. И каждый по одному из своих колечек отдал Гедеону. Золотые серьги, которые получил Гедеон, весили 1700 шекелей. А еще полумесяца подвески, пурпурные одеяния медианских царей, а еще ожерелья, что были на шейху их верблюдов. Из этого золота Гедеон сделал эфот и поместил его в своем городе, в Офре. И был у всего Израиля блуд с этим эфотом. И фот стал западной для Гедеона и его рода. Ну, видимо, если переводить на современные, привычные нам единицы измерения, около 20 килограмм золота всего было собрано. И вот Гедеон использовал эти деньги так, что сделал из них эфот, какое-то что-то священное. Вообще-то эфот — это одежда первосвященника, но здесь, наверное, имеется в виду что-то немножко другое. Это слово вообще в разных значениях употребляется в Ветхом Завете. Поскольку дальше говорится, что израильтяне впали в плод с этим эфотом, изменили Богу, то, видимо, вот что-то такое, то, что можно было воспринять как идола, это сделал Гедеон. И вот говорит священное писание, что этот эфот, этот идол для Гедеона и для его родни стал западней. Вот даже и с великими людьми бывает так, что они впадают в какие-то прегрешения, забывают что-то, очень важно, что с ними происходило в их жизни. И вот Гедеон, тот самый, который отказался от царской власти, потому что сказал, что Бог, царь Израиля, он вот в этот момент тоже забыл про Бога, увлекся и попал в западню, в тот эфот, который сам сделал для израильского народа, как памятник своим достижениям. Они стали поклоняться этому идолу и таким образом прогневили Бога. Израиль взял верх над медзинитянами, те уже не смели поднять голову. Сорок лет, пока был жив Гедеон, в стране царил покой. Ирубал, сын Иоаса, вернулся и с тех пор жил дома. Семьдесят сыновей родилось у Гедеона, у него было много жен. Еще наложница, жившая в Шехеме, родила ему сына, которому он дал имя Авемелех. Гедеон, сын Иоаса, умер в глубокой старости и был похоронен в гробнице своего отца Иоаса, что в Уфре, что в наделе Авеезера. После смерти Гедеона израильтяне снова стали блудить сфалами и сделали своим богом Бау-Берита. Не вспоминали израильтяне о Господе Боге Своем, который спас их от всех врагов, живших на крест. Да и роду, и и рубала Гедеона не отплатили они добром за все то, что сделал Гедеон для Израиля. Вот такими грустными словами заканчивается восьмая глава. После всех этих славных побед, после всего, того, что произошло, в Израиле наступил мир, богополучие. И вот через некоторое время израильтяне опять забыли. Сорок лет прошло, поколение, в общем-то, сменилось. И вот опять стали израильтяне поклоняться Ваалу, поклоняться языческим богам и забыли Бога истинного. Вот таким образом заканчивается восьмая глава книги Судей, которую мы читали в переводе Российского Библейского Общества для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова